Недавно на нашем канале вышло сразу два ролика, название которых упоминалось карате. И если веселый каратист Василий Козлов, как и в первом своем ролике, собрал миллионные просмотры с положительными отзывами и не вызвал у наших зрителей особых вопросов, то битва Александра Емельяненко с огромным каратистом породила их целую кучу, и все они были в одном стиле. А где там вообще каратист-то был? Что-то мы его не увидели. Написать подобный комментарий, видимо, немного легче, чем вбить в гугле имя Джесси Гибса и узнать, что он трехкратный чемпион Голландии и трехкратный чемпион Европы по Кио Куршину. В общем, эти парни составили неплохую компанию нашему учителю математики и по совместительству четырехкратному чемпиону мира по каратэнге с Хану Аздоеву. Ну а сегодня мы решили вспомнить о самом первом представителе этого вида спорта, выступившем на турнирах М1. Им стал пятнадцатикратный чемпион Италии и чемпион Европы по фулл контакт карате Рони Ривана, который приехал на самый первый турнир под эгидой М1. Тот самый чемпион Европы по боям без правил, который прошел 1 октября 1997 года в Санкт-Петербурге. Рони бился в четверке весовой категории до 76 килограмм и в полуфинале ему противостоял питерский кикбоксер Никита Абрамов. В другом полуфинале сражались Сергей Бычков и Рони Фаверас и там творился настоящий трэш, угар и беспредел. Ролик о том поединке уже опубликован на нашем канале и доступен будет по ссылке в описании или подсказке. М1 Глобал представляет историю ММА. Работает и ногами, и руками. Это очень важно. Ведь большое количество различных видов контактных единоборств существует в мире. Родились эти виды спорта в разных странах. Хорошая сейчас атака петербургского спортсмена Никита Абрамова. Но Рональд Тривана сумел остановить ее. Перевел соперника в портер. Ведь сейчас он владеет инициативой. Так вот соревнования в каждом из видов единоборств проходят по своим правилам, ограничивающим применение тех или иных приемов. И давно уже витает вопрос, какой же стиль более радикален. Какой ведет к победе над соперниками. И в каком-то степени эта тенденция привела к турнирам по боям без правил. Вернее, не по правилам, только здесь разрешены приемы из различных видов единоборств. Вот сегодня мы видим это на экране. Сетка, обрамняющая ринг, помогает спортсменам иногда встать с пола. Дары наносятся и в лежащем положении. Кое-что, конечно, запрещено. Это кусание соперника. Прием, так называемый, крючок. Когда пальцем пытаются разорвать рот своему сопернику. Все остальное в твоем арсенале. Главное победить. Ну что ж. Ривана сейчас показывает свой характер. Прижал с соперника к полу и пытается нанести удар, который может стать решающим, привести к нокауту. Кстати, в микс-файтинге спортсмены в специальных накладках. В них есть элементы защитного сооружения. Как раз этим и отличается первая и вторая версия чемпионата континента. Арбитр снова призывает соперников в центр хоя. Да, судя по всему, Никита Абрамов немножко сейчас находится в состоянии, которое он получил после серии сильных ударов. Не может пока прийти в себя. А вот Ривана активен. Работает ногами. И руки у него все время на готове нанести удар. Ну что ж, он каратист. И он использует технику, которая накоплена, видимо, годами. Снова переходит в атаку итальянец. Напомним, 15-ти кратый чемпион своей страны по карате. У Никиты Абрамова высоких результатов, достижений таких пока нет. Он только пробует свои силы в новом для себя виде спорта. Внимательный арбитр. Он наблюдает за действиями спортсменов. Он должен уловить состояние каждого из атлетов для того, чтобы не допустить серьезные, может быть, травмы. И остановить бой в тот момент, когда этого требует правила. И снова спортсмены в стойке. Да, Ривана чувствует себя хозяином пока на ринге в Петербурге. Хотя встречается с его хозяином, петербургским спортсменом. Ну, опыт есть опыт. Разница в возрасте солидная. И, конечно, в мастерстве она ощущается. Прежде всего, надо говорить о том, что Ривана более гармоничный стиль имеет, конечно, поведение на ринге. Работает и руками, и ногами, как настоящий боксер. И, смотрите, удар сейчас коленом. Снова он перевел в портер своего соперника. И снова пытается привести, видимо, его в удушающий прием. Удары наносят. Удары здесь такие разрешены. Подбадривают спортсменов в секунданты. Команды из-за ринга, из-за коя здесь разрешены. В общем, как и в боксе. Не знаю, как вы считаете. Ну, конечно, более динамично выглядит стойка вверху у спортсменов. И вот останавливает бой рефери Коя. И присуждает победу Рональду Ривана, итальянскому спортсмену. Он очень рад. Видите, сколько сил он сохранил. Даже вот такие кульбиты может выписывать. Сейчас арбитр поднимет вверх его руку. И это скажет нам всем, что он вошел в финал. Первого чемпионата Европы по боям без правил. Кстати, организаторами чемпионата является Федерация боев без правил Санкт-Петербурга и области. Международный спортивный клуб Red Devil. И Международная ассоциация смешанных боев. Итак, Рональд Ривана победитель первого боя. Рональд Риван Рональд Риван